На подготовленную поверхность наносится грунт D19, после чего нержавеющей либо пластиковой теркой наносится покрытие Riviera. Покрытие является мелкоцеллюлозным. Технология нанесения аналогична технологии нанесения поверхности Итака, отличаясь от него более мелкой структурой. Покрытие позволяет скрывать небольшие неровности поверхности, желательно при этом на поверхности оставлять небольшие поры, которые потом очень красиво подчеркиваются финишным слоем и придают особый визуальный эффект. После высыхания базового слоя около 18 часов приступаем к нанесению финишного слоя. Перед этим наждачной бумагой снимаем неровности и плохо приставшие к крупинке. В дальнейшем, используя пластиковый шпатель, можно обработать полученную финишную поверхность, забелив выступающие части рисунка и загнать финишное покрытие во впадины, что создаст более интересный рисунок. Финишный слой наносится кистью либо перчаткой. Финишным покрытием в данном случае является либо оазис, либо антик. Если требуется применение техники вымывания, то после нанесения финишного слоя желательно загрунтовать базовое покрытие грунтом D11. После окончательного нанесения финишного покрытия желательно закрепить поверхность лаком D102. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...